Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и Дэнни! Он сейчас у нас с сосочкой, потому что уже мы будем скоро укладываться спать после еды. Он капризничает, я ему поэтому сосочку. А так я целый день ему соску не даю. Да, Дэнни? Сегодня у нас будет лукбук холл. Очень много всякой одежды пришло мне с одного из китайских сайтов. Как вы знаете, я люблю китайские сайты, я люблю за то, что за их прекрасную цену, за их невозможный выбор, за эту доступность. Честно говоря, я люблю, потому что я такой человек изменчивый, я постоянно люблю себя радовать, мне быстро всё надоедает. Поэтому я бы разорилась, если бы покупала какие-то дорогие марки. Поэтому китайские сайты рулят. И вот в одном из китайских сайтов я набрала кучу себе одежды, кучу интересной. Качество меня одно очень порадовало, какие-то вещи не очень порадовали. Итак, давайте начнём. Давайте начнём с того, что меня очень-очень сильно порадовало. Первая моя покупочка это вот такая вот футболочка. Она очень классная, здесь написано Как я понимаю этот перевод, может быть, он неправильный, но типа я пью и я понимаю вещи. То есть, ну, или как осознаю, может быть, да, что-то понимаю вещи. В общем, ну, это вот про меня. Если это надпись, которую я перевела, то это про меня, потому что я всегда, когда выпиваю что-либо, неважно в каких количествах, я всё прекрасно понимаю. Это футболка из хлопка, она серенькая, с беленькими буковками, мне кажется, офигенно. Под джинсики, под кофточки, под всё, короче, и мне и на сейчас. И вообще я набрала очень много всяких футболочек, потому что я снимаю для вас видео и всё время хочу, если вы заметили, да, стараюсь выглядеть всё время по-разному. Либо разно накрашенной, либо, ну, как не по-разному, но накрашенной как бы не особо, там, суть, да, но стараюсь всё время менять одежду, да, иногда, конечно, если я спешу, может быть, я там сниму что-нибудь в одной и той же, но не суть. Дальше у нас идёт футболочка другая тоже, она мне очень понравилась по качеству. Всё, она хлопковая или вискоза, это вот такая вот футболочка, она беленькая, в обтяжечку, мне очень понравился вот этот V-образный вырез, я люблю V-образные вырезы, потому что, когда мы оденем, допустим, какой-нибудь лифт с пушапом, наша грудь так приподнимается, очень красиво из таких кофточек выглядывает, мне это нравится. Вот, и она такая беленькая, я очень люблю такие вот полосочки, они, мне кажется, подчёркивают, буквально акцентики на воротнике, на манжетике, она тянется, вообще очень классная, длина замечательная, то есть пупок не торчит, всё классно. Это, мне очень эта футболочка понравилась, качество хорошее у неё. Также из футбол... не футболочек, а кофточка вот такая вот, вот такая вот, с большими такими надписями белая, она с длинным рукавом, у неё рукав здесь прозрачный, то есть здесь она плотненькая, да, такая достаточно тёплая. Тут у неё рукав прозрачный и вот такой манжет, тоже с буквами. Как помните, я люблю все эти буквы, поэтому я решила заказать её, что здесь написано. Матинейге. Вот, что-то такое интересное, я, честно говоря, не знаю, что это такое, но, как я поняла, что это какая-то фишка, типа название, надо разобраться будет. В общем, она такая широкая, свободная, классная, и она сейчас прям под эту погоду тоже подойдёт, то есть её можно одеть под пухан какой-нибудь, да, и потом где-нибудь раздеться. И такая, ты крутая, на стиле вся, ёоу. Качество на самом деле хорошее, плотненькое, сидит хорошо, мне очень нравится, то есть то, что меня очень сильно порадовало. Также меня порадовал вот такой вот топик. Всё пришло вот в таких пакетиках, всё вот так вот завёрнуто аккуратненько, мне это тоже очень понравилось. Тоже такой топик, он тоже хлопковый, такой коротенький, и тоже такие полосочки. Меня вот привлекают всякие такие акцентики, полосочки. В общем, по дому гонять взяла такой, мне очень нравится. Сто процентный хлопок, кайфы. Так же безумно, безумно меня порадовали, я даже, честно говоря, не ожидала. Чё при подушке разбросаны, не так, не так подобает. Да и ты разбросал. Это ночные комплекты. Я взяла два комплекта. Один комплект розовенький с шортиками, вот такие милые шортики. И вот такая вот кофточка. Вот она. В общем, это офигенский, офигенский спальный костюмчик, домашний костюмчик. Если в квартире жарко, во-первых, это качество, сразу скажу. Офигенно, всё прошито, ниточки нигде особо не торчат, может быть, только там на швах, в маленьких местах, но это легко убирается. Очень красивый нежный цвет, очень приятная ткань на ощупь, очень красиво сидит. Мне кажется, что в таком домашнем обряде, наряде, в общем-то, не стыдно и перед любимым походить. Я думаю, будет очень классно. В шортиках, значит, у нас ножки секси, всё красиво. А второй комплект... А второй комплект... Это вот такой голубенький. Это тоже, здесь тоже у нас натуральные, натуральные, очень приятные к коже какие-то материалы. Сейчас я посмотрю, найду, если я найду. Но мне кажется, что здесь идёт хлопок, ну, как вискоза, знаете, потому что он более, ещё мягче, чем вот этот розовый. То есть ещё мягче, более такой, знаете, прям нежный, я бы сказала. Как будто что-то там шёлк, что ли, с ним вместе. Это какая-то у них серия, там на сайте была, называется вот так вот марка. Вот такая вот марка. Выбрала вот такой вот красивый цвет. Здесь, мне кажется, как шёлковая вставочка какая-то. Может быть, это и есть сам шёлк. Очень безумно приятная здесь вот ткань, она просто-просто обволакивает вас, и в ней можно просто наслаждаться. Это брючный костюм, он свободный, здесь такие клешонные какие-то, рукава такие. Сам он такой свободный. Вообще он секси, реально секси, потому что он так облегает и попку, и грудь, и всё такое становится классное, и вы становитесь какой-то такой аппетитной. И цвета, очень нежные цвета, это такой голубой, розовый, мне кажется, они очень подходят. Короче, я взяла единственный момент, гладится очень легко, единственный момент, если с собой брать, в дороге он помнётся, да, то это не очень удобно. Я бы с удовольствием брала с собой этот спальный костюм, но не знаю, как он будет мяться. Хотя мы будем спать, он всё равно будет мяться, да. У них вот такие вот глазки вот здесь вот, слип-слип, вот. А на этом костюмчике написано смайл, и такая улыбка, и котёночек там сидит. Короче, сама нежность просто, я кайфанула, это очень хорошее качество. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше идём по немножко то, что меня разочаровало, в чём-то порадовало. Значит, вот эта куртка идёт, чёрная куртка. На самом деле, знаете, как говорят, готовь Сани летом, да, и вот я готовлю. Я захотела безумно себе кучу, много разных курток. Я поняла, что, наверное, чёрная куртка у меня должна быть не одна. У меня есть вообще разноцветные кожаные куртки. Но чёрных курток, наверное, должно быть всё-таки много. И я заказала себе. Эта куртка сама по себе качеством хорошая. То есть она плотная, классная, всё супер. Единственное, что стразы, конечно, мне не понравились, это даже какие-то стекляшки. Их можно, может быть, оторвать или заменить на более такие интересные стразы. А, они с двух сторон такие. В общем, они намертво тут прикреплённые. Но это обычные стекляшки. То есть они даже не блестят так красиво, как должны блестеть стразы. Дальше что здесь ещё? Ну, стразы все на месте, единственное, да, всё нормально прикреплено. Я взяла размер S. И она мне оказалась маленькая, рукава оказались малы. В принципе, в целом она мне неплохо, да, сидит. Мне удобно в ней, комфортно, очень даже. Но рукава маленькие, и меня это расстраивает. Она достаточно плотная, тёплая. То есть она меня даже удивила, честно говоря, своим вот этим вот... Своим вот этим вот... Она прям качественная, знаете, реально, очень хорошая прям. Да, и она прям вообще вот так вот раз-раз, да. Единственное, что вот эти стразики не очень. И то, что она мне маловато. Поэтому я не снимала даже бирочку. Буду думать, что с ней делать. Это размер S. Надо было, наверное, брать мне M. А вторая куртка, она... Она бросил мега-классная. Я давно мечтала о такой куртке вообще. Но я рада, что я её нашла. Единственное, что качество у неё, конечно, уже не такое плотное. Она такая более мягкая. Это вот такая вот куртка. Просто... Просто... Я видела в одном из дорогих магазинов такая куртка стоила там 75 тысяч где-то рублей. С такими вот весюлечками. Но знаете, сколько я видела разных курток, честно? Вот весюльки, весюлька мрознь. Одну прям не оденешь. А вот эта, не знаю, она мне понравилась. Она это не кожа, это даже не кожзам. Это вообще, вот знаете, как материал даже какой-то. Ну не, кожзам, да, кожзам конкретный. Но сделан он очень просто. То есть эта курточка очень просто сделана. Очень просто. Просто внутри какой-то материал, даже вот просто однотонный, нету никакой... Просто-просто мне 10 тысяч раз повторяться, потому что это действительно просто. Нет никакой подкладки, ничего. То есть здесь вот так вот обшили всё. Куча дырочек всяких вот таких разных. И в них просунуты вот такие вот штуки, да. То есть нет никаких застёжек, тут нет особых обработок никаких. На рукавах тоже нет особых обработок. Я думаю даже, что надо проклеить вот этот момент. Здесь вот она вот так сделана, знаете, вот раз и всё. А я думаю, я бы проклеила вот этот момент. Вот. И здесь на рукавах всё вот так вот, вот так вот, вот так вот. Очень круто. Мне нравятся вот эти вот все клёпочки. Мне нравится, как они задумали. Она на самом деле и внизу, и вверху. Ну, она мне полностью нравится. Мне нравится, как сидит. Её можно завязать, если вдруг будет холодно, да, то есть её можно завязать здесь на две, на три штучки, ну, вообще, как бы просто на распашку, да, но она очень крутая, вот, то есть вы увидите на видео, это офигенно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну? Проще наносить простой кисточкой, но здесь я уже не нанесла, поэтому здесь мы даже не увидим. Ну, вот на руку я наношу и прям очень-очень тоненько наносим. Может быть, и нужно наносить вот так тоненько, такой тоненькой кисточкой, но я привыкла кисточкой для румян просто набухать себе вот так вот и блестеть. На, на, всё, смотри. Тебе понравилось? Я помню, в прошлый раз ты хохотал в зеркало с этого. Всё, мои девочки, мои красавицы. Я надеюсь, моё видео было вам интересным и полезным. Я действительно очень сильно порадовалась. Я надеюсь, что для вас были какие-то мои новые приобретения тоже интересными. Заходите на сайт, который я оставлю под видео. На каждую вещь я тоже оставлю ссылки. И если вам что-то понравилось, посмотрите. Цены, на самом деле, очень доступны, очень классны. Выбор просто огромный. Размерный ряд есть. И я теперь обращу внимание на этот сайт. Мне он очень понравился. Там ещё очень много всего интересного у них есть. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь до следующего видео. Впереди много ещё будет у меня обзорчиков с китайских новых-новых-новых магазинов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставайтесь со мной. И я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Ты ковыряешь прям, ты ковыряешь. Что за скандалюс? Субтитры сделал DimaTorzok